Жители Павлодарской области, обращающиеся в суды для разрешения гражданских вопросов, активно начали использовать для этого возможности новых технологий. В августе в регионе успешно запустили так называемые виртуальные мобильные суды, через которые можно, не выходя из дома, принять участие в судебном заседании. Среди тех, кто уже воспользовался этой услугой, и один из самых пожилых жителей Приртышхи, 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Ефим Емельянович Петренко. Бывший фронтовик попросил родных подключить ему мобильное приложение, и таким образом через свой сотовый телефон он принял участие в судебном заседании. Ветеран рассказал, что еще в 1943 году, когда вернулся с тяжелыми ранениями с фронта, начал строить свой дом, документов на землю, веранду, тамбр, сенью, углярку тогда никто не спрашивал. Сейчас, спустя больше 80 лет, Аксакал из села Щербакка решил навести порядок с бумагами и узаконить всю недвижимость. Виртуальный суд прошел быстро, из зала заседания через мобильную видеоконференцию Ефиму Емельяновичу сообщили о принятом решении, и теперь ветеран может ни за что не переживать. В 89-м было решение, вроде записали вот это, а вот эти двоих и углярку не записали, вот мне голову морочили, на акте нарисована все, и земля, и все, и веранда, и все приростное. А такого решения не указано было, или пропустили, теперь вроде решили все, ну не знаю как. С помощью этой программы граждане могут участвовать в судебных заседаниях с любой точки мира, находясь в дороге, дома, на работе или в командировке. Также при наличии веб-камеры может с помощью интеграции возможно подключение на планшеты, с компьютера, стационарного компьютера и ноутбука. Субтитры создавал DimaTorzok